Девушки отдыхают 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 запросто, так просто Карлсон. Ну, привет, малыш. Привет, Карлсон. Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет? Семь. Что, семь? А что? А я думал, восемь. Ну, что ты смотришь на меня? Ну, почему ты меня не спросишь, сколько мне лет? Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет? Я мужчина хоть куда, в полном расцвете сил. Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил? Ну, знаешь, не будем об этом говорить. А можно мне нажать? Валяй, жми. Стоп. У тебя варенье есть? Есть. Тащи. Да так. Опять жать? Емей. Ой, ты. Малыш, со мной не соскучишься. Что ж ты делаешь? Да это я шалю. Ну, то есть, балуюсь. А, она же упадет. А, она все-таки упала. Честное слово. Она упала. Ты видела, раз издревески. Издревески. Вот интересно только, что скажет мама. Ну, мама, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе десять тысяч люстров. Давай пошалим сейчас, а? Представляю, как рассердится папа. Папа? А что папа? Да, я полетел. Спокойствие. Только спокойствие. А что здесь случилось? Да пустяки. Дело-то житейское. Да. И принесет десять тысяч люстров. Ну, нет, братец. За свои поступки надо отвечать. И не сваливать свою вину на какого-то, понимаешь, Карлсона. Вот. Правильно, папа. Ну, пойдем в кино, а то же мы опоздаем. Эх, ты. Мам, слушай-ка. Вот мой братец-то вырастет. Ну, женится. Ну, умрет. А мне что потом, надо будет жениться на его старой жене? Почему? Ну, все-таки. Ну, я же доношиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я доношиваю. Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю. Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену. Спокойствие. Только спокойствие. Карлсон! Карлсон! Привет, малыш! Как это здорово, что ты прилетел. Еще бы не здорово. Карлсона, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье. Ну? Ой, ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет две-три ложки варенья. Ой, ты заболел? Да у меня самая высокая температура в мире. Ага. Да, если хочешь знать. Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью. Слушай, а ты, по-моему, не болен. Нет, болен? Нет. Да я тебе говорю болен. Нет, не болен. Какой ты противник. Слушай, я заболеть, что ли, не могу, как все люди? А ты хочешь заболеть? А ты вот не хочешь. Нет. Да все этого хотят. Лежишь себе. Слушай, летим ко мне. Ягу в постель. А ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек. И мне больше ничего не надо. Кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный. Мору шоколады. И, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет. Все. Эй! Что? 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 Ничего, летим. Шшш! Шшшш. Что же это? Ты же забыл варенье. Да нет, я взял, взял. Взял. Слушай, конфеты ты же оставил. Да нет же, вот. На шею не дави! На шею не дави! Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон! Ну и ты заходи! Ой, ты мне всю шею отсидел! Да, я забыл! Я же самый тяжело больной в мире человек! Самый тяжело... Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью, ну? А у тебя есть какие-нибудь лекарства? Ну какие, какие лекарства? Ты же все с собой взял! А разве это помогает? Ну начинай, сейчас увидишь! О, я самый тяжело больной! О, больной, самый тяжело больной! В мире человеков! Ну как? Там еще осталось немножечко варенья Нет, варенья нет! Что, нет совсем варенья? Не-а-а! Ни капельки? Нет! Жаль! Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой и ему полагается пошелить! Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам! А зачем? Ну как зачем? Искать приключений! Спокойствие! Только спокойствие! А с погодой сегодня повезло! Тихо! Смотри левее! Так! Видишь, вон двое идут! Знаешь, что такие? О, брат! Это жулики! Они замышляют золовеющее преступление на крыше! Тебе страшно? Мне нет! Ну так и есть! Что же делать? Начинаем воспитательную работу! Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором! Дикое! Но симпатичное! Малышки! О, что обе... что ворюте?! iges Кругом люди спят! Мама! А сов Былышка! Выетта... Спокойствие! Только спокойствие! Ах! Ах! Я маму настигну! Вот тогда и мы похохотим! Ха-ха-ха-ха! Белье бросай. Бросай белье, я тебе говорю. Слушай, малыш, знаешь, какое самое лучшее в мире средство от жуликов? Это, конечно, привидение. Эй, малыш, смотри, за тобой пожарники приехали. Вон карабкаются. Слушай, что-то мне вдруг так домой захотелось. Вообще, задержался я тут с тобой, мне спать давно пора. Будь здоров, малыш, я пошел. Малыш, малыш, как же ты нас напугал. Ну, чего вы беспокоились? Ну, а как же иначе? Ну, ты подумай сам. Ну, что было бы, если бы ты упал с крыши? Хорошо? Ну, что было бы, если бы мы тебя потеряли? А вы бы тогда огорчились? Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Даже за сто тысяч миллионов? Даже за сто тысяч миллионов? Значит, я так дорого стою. Ну, конечно, дурачок ты. Папа, папа. Ты что не спишь? Папа, ты не пугайся. Я вот чего. Если я действительно стою сто тысяч миллионов, то нельзя ли мне получить хоть немного наличными, чтобы я мог купить маленького щенка? По-будущему, как я сверну. Но я искаю все, наверное. Почему? Похоже, что всю жизнь проживешь вот так. Без собаки. Подумай только. Восемь лет назад ты появился на свет вот таким крошкой. Папа, а собаки не... ой, боже мой. Спокойствие. Только спокойствие. Ну, я так не играю. Я к тебе прилетел на день варенья, на день рождения. Ты что, не рад, что-то? Привет, Карлсон. Привет, малыш. Чем будешь угощать? Пирогом. С чем? С восемью свечками. Ну, нет, это я не ем. Что такое один пирог и восемь свечей? Лучше так. Восемь пирогов и одна свечка. Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Собаку мне не подарят. Кого? Собаку? А как же я? Малыш, ведь я же лучше. Лучше собаки. А? Извини, Карлсон. Я на минутку. Это, это что же, собака? Собака, собаку. Карлсон, Карлсон! Мне подарили собаку. Карлсон? Карлсон, ты где? Карлсон, ты где?